Друзья, всем привет! В сегодняшней рубрике Обзиратель на обзоре будет посылка из Китая в которую пришел мне червячный робот предназначен для детей но я так предварительно глянул инструкцию но все на китайском языке возможно у детей без сопровождения взрослых могут возникнуть некоторые сложности ну что ж, давайте я попробую собрать согласно инструкции этого робота со своими комментариями и посмотрим что же у меня получится помимо инструкции в комплекте мы имеем запас некоторых деталей причем основная часть каркаса она из фанеры вырезанная лазером деревянная все остальное привычный нам натуральный пластик пасики винтики, болтики в комплект даже небольшая отверточка была положена уложена и батарейный блок какой-то двигатель и различные колеса плюс еще различные втулочки оси длинные винты и так первый пункт нам гласит что нам нужно собрать вот такую вот каретку нет даже не каретка но в общем боковая какая-то часть по идее сложности здесь никаких единственно что реально очень мелкие детали но пока что все на первом этапе интуитивно ясно и понятно в принципе даже несмотря на китайскую инструкцию если внимательно изучить прилагаемые в инструкции фотографии то пока все ясно и понятно так дальше интереснее там предлагается батарейный блок прикрутить к ушкам двигателя вот ушки вот батарейный блок и вот оголенные концы но я думаю чего я в гараже нахожусь пожалуй я припаяю паять я разумеется буду своим теперь уже любимым паяльником ТС-100 который при включении еще и мой логотип высвечивает что это за чудо паяльник и какой замечательный у него функционал у меня есть видео на канале с очень подробным обзором найдите, посмотрите, не пожалеете а вот сам припой и канифоль я использую по старинке тот еще который у меня был остался с советских времен но вот как-то так вот здесь я консервативен так, теперь двигатель с перепаянными проводами нужно поместить между двух вот этих элементов корпуса я так понимаю длинными винтами через корпус самого двигателя закрепить маленькими гаечками так, а дальше у нас соединение с ранее собранной конструкцией вот так вот получается такая вещь у нас уже и фиксируем вот этими пластиковыми красивыми оранжевыми втулочками по бокам так, а на выходные части двигателя надеваем вот эти приводные колесики батарейный отсек необходимо запрессовать в ну пускай это будет ладно, передняя это задняя часть корпуса просто для ориентира как-то ж надо их называть так, дальше надо по-моему догадываться уже по инструкции что делать ладно попробуем вот таким образом я так понимаю что вот эти маленькие штифты нужно вставить приводные колеса и насколько я понимаю нужно их сделать так чтобы они были соосны между собой то есть на вот этих колесах мы видим крест-накрест расположение отверстий они должны совпадать если мы проведем какую-то воображаемую линию в одной оси должны находиться эти две оси тавтологии начинаются с втулками насколько я понимаю далее нам необходимо присоединиться к ним вот этими приводными деревянными планками мы попробуем если я правильно понимаю картинку с одной и другой стороны необходимо сделать вот такую вещь и с помощью самой длинной вот у нас три оси осталось вот эти оськи проткнуться попасть как-то наверное вот так вот уже получается интересный механизм как мы видим уже что-то начинает здесь шевелиться и работать да так что ж мы имеем еще какое-то количество 36 штук 4 колеса и 2 оси ну что ж давайте теперь мы посадим нашего робота на оси тут есть 4 отверстия выбирать будем ближнее здесь уже все интуитивно понятно вставляем ось чтобы она не болталась фиксируем ее втулками как видим у нас остатки еще осталось две втулки 3 пасека и 2 винтика малый и большой надеюсь что я не закосячил и использовал все что нужно а это всего лишь запасные части которые китайцы предусмотрительно положили на тот случай если что-то вдруг потеряется и скорее всего это так и есть потому что далее смотрю у нас используется только лишь два пасека сколько мы их используем всего лишь два один остается в запасе все таки действительно это вот у нас запасные вещи спасибо китайцам потому что да во время сборки можно что-то потерять тем более когда это делают дети сейчас вот уже последний этап скажем так прохожу доделываю и думаю слушайте все таки прикольно да с помощью лазерного у меня гравер есть обзор тоже на канале я делал на него чуть-чуть помощнее если такой вещью обзавестись то можно действительно нарезать из фанеры необходимые запчасти и тем самым если еще иметь печатный станок принтер 3D то вообще можно придумывать что-то свое свои механизмы прототипы какие-то и вот создавать опять-таки вот такие конструкторы они помогают развивать ребенка мышление какое-то такое как работу механизмов различных хотя бы элементарную представлять ну а дальше что-то он уже может домысливать сам поэтому я считаю что такого рода конструкторы полезны даже если он сам не сможет его собрать родитель обязательно должен подключиться к этому процессу помочь разобраться и тем самым он не потеряет интерес а наоборот какие-то навыки приобретет так ну что тем самым вроде бы подхожу уже к конечному этапу размыкаем цепь сейчас найду пару батареек и попробуем запустить этого монстра батарейки я нашел правда разномастные но не суть так пробуем сначала удерживая в руках проверить работу механизма опа у нас это все работает знаете сейчас поймал себя на мысли то что это игрушка больше для детей а ты испытываешь все равно какие-то эмоции так но не суть теперь попробуем включить на столе ух ты нифига себе да он очень скоростной так его надо включать и сразу ловить ух ты да вот теперь я сначала сам поиграется я думал он намного медленнее будет хотя наверное чтобы помедленнее он шел необходимо переставить вот эти вот оси поближе на один шаг вот сюда то есть тем самым уменьшим радиус кстати говоря вот это опять-таки полезно показать ребенку на практике всю конструкцию собирал в гараже и нет у меня никакой возможности сейчас испытать его где-то на какой-то длинной дистанции сейчас попробую найти где-то здесь что-нибудь подлиннее попробовать запустить а все-таки да как он будет вести себя на пересеченной местности я думаю что вот такие колдовины для этого робота вполне себе пересеченная местность ничего нормально ползет сложности какие-то либо батарейки садятся не нормально но я не поленился добрался до стадиона здесь мы его точно испытаем как надо вот здесь уже есть где ему прокатиться давай дружище вперед отлично я думаю ребенок будет доволен ага сложности запускаем выключай клево давай готов ну нравится тебе ну что ж как вы видели ребенок в восторге в любом случае конструктор можно считать этот полезным поскольку он и развивающий и развлекающий ну сам по себе даже интересен естественно что больше движения идет просто лишь от привода приводных вот этих колес на переднюю каретку задняя часть просто повторяет движение только вот за счет вот этих вот приводных колес то есть никакого шага здесь на самом деле нет но эффект конечно же выглядит просто движение робота интересными для всех кто заинтересовался вот этим конструктором я ссылку оставлю в описании в принципе думаю обзор на это можно уже завершать то есть в принципе все что можно уже было сделано если у кого какие-то есть вопросы либо дополнения пишите их в комментариях ну а пока что все приглашаю подписаться на мой канал и традиционно всем до новых встреч пока субтитры